Если не будет какой-то более приоритетной цели для использования этой способности. А это, кстати, что за Дизраптор-то вообще? Позиции 4 или позиции 5? Потому что Котла мы часто видим пятеркой. Очень часто. Но мне больше нравится на пятерке, на самом деле, Дизраптор. Котл на 4. Какие-то артефакты, опять же, себе все-таки сделают. Ну вот как раз на самом-то деле Дизраптор, мне кажется, поварил. Котл просто ей на пятерке артефакты себе купит. Понимаешь, он там сделает стак 1, сделает стак 2, Рой, потом там Кэрри пофармит, пофармит, пофармит. Куда-нибудь идет, он постоит на линии, иллюминает туда, иллюминает сюда. И, пожалуйста, у него там транквиллый глимер какой-то у него будет уже. Это ж не тот самый Котл, которому надо рефреш разорашить, чтобы 2 ульта поставить. Нет, ему уже какие-то нужны вспомогатели. То есть ему форстафт в первую очередь, чтобы спасаться от Урса. Можно еще глимер для того, чтобы там от магии как-то защищаться против. Это довольно полезная штука. Вот. А Дизраптор как раз вот он и на линии слабоватый. Мало чем может надамажить как-то там, да, или прогнать хардера. Ему надо очень много маны делать. Вот. И он вроде бы более зависим от левела. Потому что ему нужно как можно скорее 6 уровень. Ему какие-то вещи тоже желательно, наверное. Какой более, мне кажется, фармозависимый. Фармозависимый. Ну, а пятнадцатик могут расставить. Ну, я в этом моменте, наверное, с тобой согласен. Потому что Дизраптор может себе еще аганим в этой игре собрать, да, в какой-то момент. На четвертой позиции. И против Фурса это будет прям совсем смотреться хорошо. Тут ведь комбинация с нагой, видишь, в чем дело. То есть нага, получая шестой, там, ну ладно, на шестом она может быть не вкачает, если это Соломит. Ну, вкачает, допустим, на седьмом, на восьмом уровне. Как раз к тому моменту и у Дизраптора, да, уже где-то будет шестой появляться. Куда-то подошли, нажали сон. Попало в этот сон два персонажа, которые стоят близко друг к другу. Пожалуйста, Дизраптор тут же накрывает поляну и все. Быстро. Делы не прожать, ничего не сделать. Ну, как бы, БКБшек тогда еще не будет. Вот, а с аганимом и БКБшек будут помогать, поэтому... Хотя, вот, кстати, я не помню, сейчас, если ты просыпаешься в ульте Дизраптора, мне кажется, там есть время БКБ нажать. Просто настолько давно не видел этой связки, настолько давно не видел Дизраптор с аганимом. Там есть какие-то условности. Вот Бестмастера ластпиком для Айсайсайсов натик забирают. Аббит, видимо, будет играть у нас. Хотя Аббит, возможно, будет играть на Эмбере в миде. А Эмпи будет играть на Наги на легкой. Можно так еще произойти. Посмотрим. Сейчас кого Инфамасы в мид ластпикнут, от этого, мне кажется, будет зависеть лайнап. Там какая-то контра Эмберу. Опа! Неплохо. Интересно. Да, жадность, жадность прям лютая. Ну, Аббит играет на Эмбере, это понятно. Вопрос только, куда он пойдет. Ну, слушай, тут темп прям, конечно... У Алхимика будет темп, скорее всего, если прям... Да, я думаю, что у него на миде должно быть все более-менее нормально. Там против Эмбера он нормально простоит, против Наги он тоже, мне кажется, нормально. Хотя вот Нага, мне кажется, Нага лучше. Алхимик хорош против Эмбера на линии, потому что он кидает на сетспрей, он игнорирует флэймгард, пробивает. И плюс он наносит физический урон, а Эмберспирит — герой с маленьким количеством брони в начале. И ему очень тяжело стоять в этой туче. Плюс он еще милишник, ранжевик-то может как-то за радиус тучи этой выйти, да, там, попытаться не получать так много урона. А Эмберспирит обязательно в этой туче будет стоять, хочет крипов добивать. Поэтому, да, не очень, не очень такой приятный герой это на самом деле для Фнатика. Но они могут увидеть в пике алхимика слабость, то есть алхимик будет стараться, он долгое время не особо опасен, скажем так. Он жирный, его там тяжело бывает забрать, но он не опасен. И можно за счет этого попытаться как-то там вышек много отобрать или там попытаться игроков. Убить или даже, может быть, самого химика убить. Поглядим, поглядим. А бисмастер, кстати, на линии против фурса тоже, мне кажется, должен быть хорошим. Кабаны, которые постоянно замедляют, должны бисмастеру давать определенное преимущество на лайне. Стоять он будет вместе с Диджи все-таки. Диджи играет на тверк. Котт тверк. Раптор пятер. Похоже на то. Точнее, 100% так. Ну, ждем, ждем уже перемещения в игру. В целом, мне, наверное, здесь больше пик нравится действительно. У команды Рейдент тоже, я так понимаю, как тебе. Ну, не сказать, что, конечно, этот пик прям вот, я не знаю, тотально контрит вот все пять героев оппонента. Но против фурса этот пик невероятно хороший. И там что... Кайтить этого героя будет невероятно легко. То есть я не знаю, честно говоря, как здесь фурс продвигать себя в файте. Разве что очень какую-то быструю БКБшку его фармливать. Пытаться там в триплу, может быть, даже с этой расусой встать и сделать какие-нибудь... Ну, даже не знаю. Стаки здесь, понятное дело, уже никак не помогут. Урса стаки не фармит. Сложно, сложно будет уже разогнаться, на самом деле, в этой игре. Что разогнаться сложно, что в целом потом в файте себя позиционировать. Так что, ну, я бы сказал, что все-таки Фнатик должны прям вот по пику выигрывать в этой игре. Там и Вилл Висп, и Чин, и Ультимейт Биста, и там... Та же самая Нагет Сирена через БКБ. Мне тоже, на самом деле, нравится пик команды Фнатик. Мне кажется, что должны они и на лайнах себя плюс-минус нормально показать. Вот, по крайней мере, Бистмастер с котлом против Урс, мне кажется, должны справиться. На миде Аббет, опытный игрок, я думаю, простоять сможет. Да, там не шибко просто против Алхимик, говорят, стоять. Но все равно, все равно, должно справиться. Ну и на легкой Наге, Нагет, в общем, Дума особо не справится. Мне кажется, будет фармить. Хотя, не факт, что еще... Да, Бистмастер у нас в боте же в итоге стоит против Дума. Вот это я, кстати, не уверен, что это правильное решение для Фнатика. Потому что, может, сейчас пересвапаются? Да не, уже не пересвапаются, уже... Баунтирун, слушай, инфу мы забрали, три баунтирун для Алхимика. Ну, это что-то вот неправильное вот в Фнатик сделали. Им надо было хотя бы в одном месте собрадоточить героев, и пытаться там, не знаю, отжать баунтирун. Соответственно, Урсы. Вот, внизу, наверное, все будет чуть-чуть поинтереснее. Просто-напросто, как минимум, по борьбе с упортом. Потому что что ЕС, что то же самое Дизраптор в целом, должны меняться постоянно по ХП. Ну, и Дизраптор, конечно, будет пытаться как-то отгонять, наверное, Дума, но сделать это будет довольно сложно. Ну, и в целом, сам Дум как-то сильно Беста пробить, как-то сильно его поднахарасить вначале. Ну, с одной стороны, может, да, с Инфернал Блейда просто поджечь и потихонечку пробивать. Но, с другой стороны, опять же, сам Айс 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 далеко не тонкий персонаж, то есть Бестмастер у Айс Айса. Точнее, это так не очень хорошо получается. Ждем каких-то первых действий, пока все просто фармят спокойно. Абсолютно никто даже там друг другу не харасит особо-таки. Единственное, что спорт внизу. Ну, Эмбер пока отлично трейд на миде. Я вот слежу за тем, как Аббет ласт хитит, он все четко добивает. Алхимику труднее, алхимику скоро вполне вероятно, что ласку будет пить, потому что очередной флеймгард появится у Эмбера, он уже будет третьего, второго уровня, сам по себе только. Аббет сам у нас третит, и он может довольно так нехило продамажить. Тащить тебе всякие полезные вещи Аббет курьером, и смоук для джабсы. Смоук он куда-то прям. Прям резко ему он понадобился. Ну, Бистмастер пока стоит, но вот кабанами позволяет Папиту подходить и Девауром кабанов съедать. Не очень хорошо. Ну, и Муз отпуливает крипов, отводит. Ну, не должно быть здесь, опять же, сейчас каких-то вот прям серьезных драк внизу. Наверное, все самое интересное должно твориться наверху. С другой стороны, здесь, опять же, вот что Нага вместе с Котлом вначале могут сделать там тому же самому Урса. И что Урса вместе с Ораклом могут сделать. Наверное, все-таки Урса с Ораклом в данной ситуации будут с чуть более инициативными ребятами. То есть они могут как-то там подцепить того же самого Кимпера в Злайт и убить. Если Майфини убить почти наверняка не получится, ибо у него, ну, там, 7 дней из брони Урса, в конце концов, не пробивает, да, то Котл, наверное, такая более приоритетная цель. Если будет контроль от Ву выдан по таймингу, возможно, диджей все-таки и забьют. Алхимик. Очень сильно прохарасился от вышки. Да, там Аббит за ним идет. Не пошел почему-то до конца, кстати. Хотя, казалось бы, там была возможность этого парня пробить. Конкокции у него не имеется. Решил Аббит все-таки как-то более сейвово отыграть. Боялся, возможно, того, что байтит Тимада на какого-нибудь другого героя. Да, в это время внизу умирает все-таки Бист. Оставили его одного, и, соответственно, все-таки вкатился Мус. Попита помог, поддержал, так сказать, своим уродом с Инфернал Блейда. Ну и фраг оформлен. Я думаю, что сейчас отставят. Думаю, кстати, одного на линии, просто чтобы тот получал экспириенс, побыстрее получил шестой. И после этого уже мог, возможно, даже попытаться куда-нибудь выйти и подраться со своими оппонентами уже с ультимейтом там 5 на 5, либо не 5 на 5, а просто там какую-нибудь вылазку, грубо говоря, на мид, на топ сделать. И с думом убить одного героя. Ну, посмотрим. Пока остается пауза. Кстати, Абду, сейчас ты не помнишь уже, сколько лет ты? Мы же вроде как сейчас должны быть то ли 18, то ли 19. То есть ты очень молодой игрок. Ну да, он. Да, какой-то совсем прям молодой. Примерно мухеровестник получается. Если не чуть постарше или чуть помладше. Вот не помню, честно говоря, старше он или младше. Поэтому такой интересный вопрос для меня немного. Да, возобновляется игра. Приятно, что паузы только длинные. Приходят джапс как раз вот со смоука. Ганга Тимада сюда же сейфтп делает. С клавиатурой какие-то проблемы были у... У кого, точнее? А, я так понимаю, у Айсэс Сайса. Сведыш Кейборд. Он без своих девайсов, что ли, приехал? Не знаю. Может купил просто. Кейша просто в Креции. Maybe, maybe. Да, мне кажется, что может быть просто турнир должен был бы предоставить, если бы там девайса какого-то нет здесь. Определённые девайсы. Сам по себе. Ну ладно. Ладно, посмотрим. Конечно, пересаживаться на какую-то другую клавиатуру на турнире это на самом деле очень сильно может помешать. То есть надо привыкнуть. Надо много поиграть. За своими привычными девайсами для того, чтобы действительно на них уже какого-то максимального успеха добиться и на кнопки не мазать. Так. Он убивает алхимик на медал линии. Попытается забрать ещё и муза. Да. Всё-таки получилось размен 2 в 1 сделать у команды Infumus. Даже размен 2 в 2. Вы просто пришёл. Забирает себе даблкил. Слушай, мне кажется, что этому саппорту пятой позиции пора бы уже просто... Потихонечку переквалифицироваться в четвёрку такую, пол-четвёрка. Тысячу золота имеете сейчас ву, ну то... Это супер много. Всё равно он особо ничего купить не сможет. Но в лучшем случае он купит себе тапок. Всё равно ему нужно на варды денежку, ему нужно на саппорт артефакта, может стики какие-то приобрести. Да, вот тапок варды взял вперёд. Ждёт баунти руну в топе. Очень важно баунти руны контролить и... Почему-то игроки Fnatic в топе вообще внимания на баунти руны. Обращают тут только сейчас котл. Выходит, блондин лайт есть? Ага, блондин лайт и нет. В итоге Infumus забирают 2 баунти. Что, конечно, плохо. Ну как, для Fnatic плохо, не могли больше забирать там баунти руны. Но тут по питу душат зато. Замедление работает, от камня уворачивается Fnatic. Потролливают так немножечко дума. Подманерят. А котл, кстати, видит то, что тут у алхимика стаки. Слушай, он может поживиться здесь. Он попробует сейчас, возможно, действительно как-то всё это дело зафармить. С другой стороны, ну не так быстро он это делает, для того, чтобы там не успел кто-то стянуться. Мне кажется, должны сейчас ребята из Infumus понимать, что происходит. Так как решил зафармить обычный спот. Он 2 сразу фармит. И ставит ещё Sentry на всякий... Проверить. Ой, ну как криво. Эх. Немного не по таймингу получилось. Да, Sentry сломал Oracle, увидел прекрасный Keeper of the Light. Поэтому просто на простацию протаёт. Он сейчас же опять промашет. Не, не промазал. Запармил с одной стороны, с другой стороны там ещё одну крипову отдал. Ладно. Это не критично. Если бы двух крипов отдал, это было бы более неприятно. Так, а то Урса начинает нагу поддушивать. Вот. Зачем? Чем-то поставили нагу на линию Урса. Вроде пока нага фармила нормально, но... Так с тебя пока получается. Теперь Попит у нас забрал бестмастера и вот ведь кипает в отметку. Бедмонерит в такой ситуации. Не, ну это уже онел что, а он бедмонерил его. Здесь же не просто так это делается опять же. У Попиты была фласка, которую он мог поражать на самом деле и пережить Инфернал Блейд. Я вот в последний момент как раз посмотрел, действительно наблюдал за этим моментом, он мог не догорать. Но он не прожал фласку. Решил, что всё-таки умереть как-то будет лучше, чем потерять фласку и без Регена остаться на линии. Хотя, с другой стороны, ты там с Морбит маской, да, можешь как-то себе позволить ещё принести какую-то фласку. Но решил, что лучше уж, наверное, будет просто умереть. Хотя, может и не решал, может быть просто не прожал. Забыл про то, что у него эта фласка имеется. Хотя, профессионалы игроки на самом деле, я не думаю, что часто об этом забывают. Ну, бывает, что и профессионалы тоже. Какие-то предметы, я не знаю, себя в инвентаре могут не учитывать. Сколько раз кто-то стики забывал нажимать и умирал. Тот же Энви вспоминается в первую очередь, когда говорится о таких мелких ошибках. Айс Айс Айс. Накричал всё-таки на Дума, да, просто чтобы отойти. И в целом, наверное, какого-то продолжения здесь не будет. Хотя, глимс есть. Муза можно было бы вернуть, но Муза возвращать уже не хочется. Боже, как же больно Айс Айс Айсу. Если это просто одного Инфернал Блейда, у него чуть ли не треть, а то и половина ХП улетает. Это у Дума ещё... Ну, то есть он как бы взял правильную ауру, ему повезло с Сатиром. Но иногда появляется возможность Волка взять вот так вот рано. И если у тебя прокачан Энфернал Блейд, то ты можешь реально вот прям половину здоровья снести одним Энфернал Блейдом. Счёт того, что ударяешь под дополнительным уроном. Там прям нереальные цифры получаются. Но пока у Инфоус всё отлично. Игра у них идёт. Эмбер фармит, но и Алхимик фармит. У Дума больше, чем у Бестмастера, причём на 1000 золота. Урса имеет фулл фри фарм в топе. Причём ещё разочек нагу он подрезал. Да, пик у Фнатик хорош против Урсы. Но как бы Алхимик в своём имейте там нападает всё-таки на Оракола. Оракола забирают. Очень агрессивно играет Аббет. И его за это должны здесь наказать. Да. Всё-таки умирает Эмбер. В какой-то момент играет слишком агрессивно. В какой-то момент всё-таки слишком сливого Аббет на этой карте. То есть уже были два таких момента. Ну, ладно. Будем надеяться на то, что больше он ошибаться не будет. Снова пауза. Видимо, не решилась ещё проблема с клавиатурой. Вообще, мне кажется, что самая страшная проблема, которая может случиться во время матча на лане, это действительно вот с твоими девайсами. Ты представляешь, если клавиатура, если клавиатура у тебя сломалась каким-то образом и тебе приходится там играть на какой-нибудь чужой клаве, насколько сильно это будет тебе мешать? Ну, на самом деле будет мешать очень серьёзно, на мой взгляд. Хотя, ну... Да, согласен. Ну, важно просто, чтобы... Ну, клавиатуры много, ну, как бы похожих моделей эргономически. То есть если ты привык к клавиатуре с большими кнопками, тут и у одной фирмы есть такие, и у другой, и у третьей, в принципе, не проблема найти. Ну, да. Вопрос в том, что просто найдётся прямо-таки у организаторов в ближайшее же время. Вот, бестмастера сейчас получается забирать. 25 секунд его в таверну всё же отправляют. Ну, здесь продолжает просто диджей линию подпушивать, подфармливать всё это дело. Даже сейчас глиф используем, поэтому просто-напросто пробил урсу. Ну, и Эмбер Спирит. Всё же, тир-1 тавер, конечно, наглеть и пытаться добить не будет. Не будет. Явно тут ещё много хит-поинтов имеется у этого тавера. Дум. Ультимейта у неё нет в виде Джабса. Возможно, сейчас попытается с ним как-то немножечко прохитоваться. Может быть, даже убьёт Джабса. Ты посмотри, да, Джабс всё же отправляет в Тайерну. Там очень много дамажа залетает. Шок Вейв, конечно, Инфернал Блейд. Аббит подходит, но Аббит тут, мне кажется, что зря даже подошёл с этим Думом подраться. Потому что, ну, сложно, сложно будет этого парня пробить. Да, просто улетел обратно к себе на Ревенант, на Мид. Ну, на этом всё закончилось. Знает, что Дума нет. Поэтому не боится. Не боится его получить. Нижнюю башню Сил Света атакуют. Так, дальше пошло. Должны такими темпами... Попробовать даже, возможно, подпушить Тирадин Тавр на топе. Ребята из команды Фнатик. Здесь Катапульта настреливает. Кабаны тоже стреляют по Тавру. И в целом Тавр может упасть такими темпами. Тем не менее, накричали на Оракл. Телепорт сразу же сюда кастуется от Дум Брингера. Дум просто-напросто улетает на Глимсей. И, ну, в общем, продолжит, наверное, фармить внизу где-то на линии. В это время расправляются всё же с Ораклом. Но также умирает Бестмастер. Это, наверное, не самый такой приятный размен для команды Фнатик. В целом, получается. Но не критичный. Там 60 голды всего лишь введут после этого размена ребята из команды Инфумус. Всё же Оракл довольно-таки дорогим оказался. И да, вот та самая тысяча золота сыграла сейчас свою роль. Надо Тавр как-то попытаться аккуратненько поддонать. Как бы сейчас не вышел просто кипер из-за лайт. Эх, прочитал. Просто всё до конца прочитал Диджи. И пришёл, и последнюю точку свидал. Тогда, когда уже, казалось бы, Тавр должен был падать от последней точки Оракла. Но опытный, опытный игрок. Сразу видно. Нажал на Тавр, посмотрел на хитпоинты данной ситуации. Зачастую бывает, что ты смотришь только лишь на скалу. И тогда не всегда понятно, когда тебе надо дать последнюю тычку. А если ты хочешь прям вот задонать или добить Тавр, то циферки надо пытаться как-то считать. Вот более-менее реально. Так. Так ставится Виловисп в топе. Да, пошёл. Оракл седьмой уровень может засейвить. Даже ультимейт не тратит на Думу, на самом деле. Ждёт, пока бестмастер ультанёс. Ну и, ну, лоу. Оракл всё равно ульт не тратит. Ну, тут АССС ошибка грубо. Выкатывается в Дизраптора, Дизраптор умирает. Да, Дизраптор умирает. Ну, а у котла уже, собственно, Глиммер Кейм. Пожалуйста, 12-ая минута. Хороший тайминг. Ну, я бы на месте Фнатика начинал бы немного нервничать, потому что ситуация выходит из-под контроля. Алхимик начинает выфармливать, причём выфармливать очень много. Не умирает. Один раз он с него погиб в начале игры. Оракл, если что, стоит за Алхимиком, сейвит его периодически. У Урса фарма очень много. У Урса ещё и Мидас. То есть, казалось бы, ты играешь с Алхимиком в команде, тебе нужно какие-то боевые вещи взять, чтобы спейсить для Алхимика, да? Он-то потом всё равно нафармит. Он тебе и Аганим потом может подарить тоже. Чтобы ты мог ультовать, прям, находясь в стане. Там, какой-нибудь ульты Бестмастера, да? Реально круто. Но у Мейсона настолько всё было хорошо, что он, даже несмотря на то, что играет с Алхимиком, всё равно берёт себе Мидас, и ничего страшного не происходит. То есть, это вдвойне плохая ситуация для Фнатика, что и Урса фармит, и Алхимик фармит много. А у Фнатиков пока не получается напасть, не получается подзажать своего соперника. Там, вроде, у Наги есть травола, но Нага не может сравнить по скорости фарма с Алхимиком. Так тут что-то интересно задумывается от Фнатик, от Дезеравтора плюс Эмбера. Либо просто пошли расставить варды. Да, в принципе, Эмбер особо фарма с этого не теряется. Да, сейчас вернётся на линию и сможет, если что, продолжить свой фарм. Так, по Смолкам я уже думал, что, может быть, попробуй даже кого-то найти, но в верхней части карты абсолютно никого не было. Ну окей! Что ж, Вижен теперь есть хороший. Вижен, причём, всё ещё очень агрессивный у команды Фнатик. Пытаются они давить. Ну и вроде как пока что у них... Ну, казалось бы, они, может быть, не лидируют абсолютно. Казалось бы, они, может быть, там не дерутся в файтах 5 на 5, всё супер успешно для себя. С другой стороны, они вот сейчас очень большую часть карты занимают и фармят явно больше, чем их оппоненты. Да, ну, то есть именно крипов фармят больше. Алхимик, понятное дело, что перефармливает за счёт своей пассивы, но смысл в том, что фнатики с точки зрения макро действуют очень хорошо на этой карте. Ну, стараются, да, как-то подзажимать. Ну, намного лучше, чем Infamous. То есть они пытаются выигрывать действительно в макро. Такую ситуацию. Ужас, вот-вот купят себе Блинг Даггер. Большой опасности будет Дизраптор, Коттл. Такие вот герои, которые такого будет бить. Абду там совсем немного осталось уже до Мальштрома. АСС просветили под Гриммер Кейпом. Не спастись. Откинулся ультимейтом. Виловый спа шёл. Полетел камень. Ну, можно делать телепорт, на самом деле, отсюда уже. Или просто уходить на ноги. Четыре. Нет, не четыре. Только три баунтиру. Кажется, забрали. Одну своровал Тимада. Прям пины зашёл. Купил себе Блинг Даггера, между прочим. Не стал рашить манту. Неплохо. Такой, видимо, полубоевой билд у него будет. Всё-таки манту надо купить, но Блинг, он позволяет и нападать. То есть, заряжаешь гранату, врываешься, кидаешь из бреид, разбиваешь бутылку. Урона много залетает, ещё и стан такой довольно-таки серьёзный. Ну, возможно, Блинг, опять же, просто для какого-то дополнительного сейва купил сейчас. То есть, если вдруг его найдут. И для сейва тоже приятно. Да, если ты вдруг видишь, что он на тебя там выходит как-то, если успеешь среагировать, каут сделать. Да, я думаю, что на это в первую очередь делался упор. Потому что драться с одним радиком, в принципе, алхимик супер успешно не может. Умирает Кипер Зелайт. Под Тирадин Тавром. Ну, понятное дело, здесь всё-таки Мейсон уже очень серьёзный персонаж. Да, саппортов на раз-два разрывать способен. Как и любая другая Урса. Вот. Но алхимик что-то уже прям действительно очень много выформил. Почти 12 тысяч на творчестве у него имеется. Но вот сейчас будет 12. Хотя, вот сейчас Аббет по дабл-дэмэджам нашёл Тиммадо. Как хорошо получается просто разрывать его. Аббет получил с этого фрага. И Джавс получил ассист. И Нага Сирена, по-моему, тоже должна была получить ассист. А, нет. Нага не получила ассист. Окей. У Наги вообще 0-1-0. Значит, на двух всё-таки героев это было разделено. Ладно. Тогда, в целом, не так критично. Но всё равно очень много. Первый некраб появляется у бестмастера. Чуть попроще. Теперь будут фраги какие-то осуществлять. Надо только 40 ламшки делать. Иначе он уж слишком легко справляется против рора бестмастера. Нажимает одну кнопку и рор улетает в никуда. Ну. В целом, надо как-то пытаться сплитпушить ребятам из команды Фнатик. У них пик под этим заточен. Там те же самые иллюзии Наги Сирены. Он пока подфармливает лес, конечно. Но в это время подпушивает уже сверху ассайз. Внизу пушит MP. И иллюзиями, в принципе, сам не даёт алхимику спушить линию до Тир-2 Таура ни в коем случае. Ну, а сам бестмастер уже скоро к Тир-2 Тауру подойдёт. И он играет с Владимиром. То есть у него нет там катапульты, окей. Но, с другой стороны, он всё равно может там очень неплохо с такой пачкой крипов этот Тауру пробить. Но приходит алхимик, фармит пачку крипов. В общем, худшее, что могло произойти, на самом деле, на этой линии сейчас произошло. Для команды Фнатик. Но на мидл-линии в это время файт. Попита. Попита. Да, уже после Кенетик Филда всё ещё есть Статик Шторм у Дизраптора. Можно будет попытаться его кастануть. При возможности. Но Кенетик Филда нет, да. Поэтому особо-таки кастовать не хочется, если персонаж не задизейблен. А дизейблен просто-напросто нечем. То есть там фисты и чайны. Чайны в кулдауне находились. Если я не ошибаюсь. Как-то Кенетик Филд вообще не очень удачно использовал Дизраптор. Я так понимаю, была попытка реализации как раз-таки того самого Статик Шторм Кенетик Филда. Плюс Виловый Спа. Но Виловый Сп был прокастован, а Ультимей Дизраптора нет. Я так понимаю, Сайленс на него просто навесили. Вовремя. Ну, либо не подставлялись. Такой вариант тоже имеется. Да, да. Берспирит с Аркин Руной. Хороший. Рун. Можно даже в миде попытаться подраться. Дума покупает себе Shadow Blade. Но не скоро он себе этот артефакт принесет. И Фнатик могут дать очень хорошую драку. В центре. Нага телепортируется на Т2. Так. Дизраптор где-то недалеко должен быть. Он тут начинает понемногу разбегаться. Алхимик сейчас взрывается. Очень опасная ситуация у Инд. Очень опасная. Подходит Нага. Нага видит. Вот сейчас дать сон будет просто идеально. Вот. И вот этих вот двух ребят надо ловить. Отзонить Оракла. Да, да, да. Туда вот подальше пробежать. И вот сюда поставить Дизраптором проказ. Вот. И теперь надо на Оракла напасть. Лежит АСС, но его не подпускают. Молодцы. Молодцы. Пустили. Поняли, что хотят Фнатик в этой ситуации. В итоге АСС погибает. И Мейсен по-прежнему живой у него. До сих пор не был использован ультимейт. Абит хочет расправиться с Ораклом. Ничего не выходит. Тут будет Doom плюс Enrage плюс Банка. И 2 в 0. Не, ну тут Фнатики должны были драться. На самом деле просто немного не получилось. То есть просто немножечко не вышло. Да. Размен очень неудачный, конечно, получился. И очень много золота отдали. Очень много золота отдали тому же самому Урсе. Там 305 он себе заработал буквально с этого файта. И сейчас еще и забирают Рошана. Что самое главное, попытаться как-то помешать, наверное, что-то на Рошане надо все же команде Фнатик. Джабс подходит. У Джабса, понятное дело, сочетание. До сих пор нет. Пытается драться с Музом. Нага поможет. Да, это минус Муз. Тем не менее, драка после Рошана. После того, как забрала Аегис уже Урса. Ну, попытается сейчас Мейсена, может быть, забрать. На самом деле немало. Это может быть залетает по нему. Тем не менее, прожимается ультимейт. Пробивает МП. Есть также еще и ультимативная от Киперов Зелайта. Вбивают Урсу. Пошел Иллюминейт еще один. По двоим залетает. Ну, и в целом очень пробитые ребята из команды Инфумус. Но после байбеку уже Эмбер Спирит. Ой, извиняюсь, Эмбер Спирит. Конечно, Эру Спирит. И драться как-то здесь 5 на 5 еще против Аегиса не очень хочется. Хотелось бы добить хотя бы одного героя. Да, но Дум в итоге живет, да. Сто хп у него остается. И Иллюминейт не добивает. Но было близко. Было максимально близко. Вообще удивительно, что Фнатик, во-первых, смогли подраться после того, как Урса забрала Аегис, выбить из него Аегис, выбить еще один байбек и не отдать ни одного своего героя. И все это без Татча Шторма, без Кинетик Филда, с одним лишь ультимейтом от Бессмастера и, соответственно, без ультимейта Наги Сирены. Очень хорошо распределяют ресурсы пока по своей карте. Да, Инфумус торопиться некуда. Алхимик фармит. Алхимик тут еще Аганимов очень сильных раздаст. Да, Аганим здесь. У нас как-то редко так ситуация... Так, Сайса и Сайса могут на тюнь, делать тэп-ауты. Убивают все-таки килипорт. 1-6 играет, Сайса. 1-6. Вот этот свап линии, честно говоря, мне было вообще не понять, зачем. Чем было Бессмастера против Думы ставить, зачем было Нагу 1 на 1 с Урсой отправлять. Странно. Можно было намного лучше отстоять линии, но... Снатик стараются сейчас не принимать бой в топе. Попита в инвизии заходит за т2-вышку, проверить, если стоит, может было бы подцепить сервспидинг. Поставили вард. Мы попробуем, возможно, сейчас даже там Мурсу подцепить. Ну-ка. Не, Эммер просто крипа зафармил, ладно. Эммер просто, видимо, здесь будет продолжать подфармливать. Иллюзия Наги Сирены ломает т2-вышку. Тимада все же прилетает и будет эту линию пытаться отпушивать сейчас. Опять же своими иллюзиями можно будет отпушить ее абсолютно спокойно. Ну и типичный радиок Манта Актариновый билд. На всяком случае, пока Тимада в целом может доделать Актарину уже очень скоро. В это время Кинетик Филд есть от Дезраптора для того, чтобы просто самого себя засеймить и Попита за ним дальше не пошел. Ну и... Там, опять же, два тиммейта рядом были. Или если бы Попита пошел и попал в этот Кинетик Филд, то наверняка там последовал бы статичный шторм. И в итоге этого парня бы просто-напросто забрали. Понятное дело, Дум в Дезраптор ты кидать не хочешь никаким образом. Поэтому чаще всего все-таки он будет не давать тебе кастовать этот Дум в таких ситуациях. Ну, либо надо его как-то выключать из файта, соответственно. Ну-у-у-с. Ой, проблема. Ой, проблемки, про взылает. Все-таки умирает. А как неприятно. 24 минуты игры. 8-18 счет, и команда Infamous, на самом деле, сейчас с таким преимуществом по золоту, ну, может. Может претендовать на то, чтобы выигрывать эту карту. Абсолютно спокойно. Вот, но, с другой стороны, Тимада вот сейчас подставляется. Есть по нему Инснейр, тем не менее, ну, попадает Инснейр также еще и по самой Наге Сирени, потому что все это дело было прокастовано в Lotus Orb. Тимада. Пытается отойти. Есть у него, конечно, колбаса, сбрасывает просто-напросто свою конкокцию, ну и... На этом, походу, все. Или не все еще. Нет, все, все. Все закончилось, наконец-то. Хотя... Ну, Beast все-таки стоял здесь так... Как-то очень опасно стоял, если честно. Здесь вроде как лес уже практически срубили. Вроде как знает, да, что можно будет здесь чекоподобно делать. Что-то чем чекоподобно заниматься. У SSS вообще игра не идет. У него не бывает пограничного состояния. Он либо играет прям как черт, солит. В катку. Либо, ну, просто руинит, откровенно говоря. То есть 1.7 уже у него. Никак не может себя найти на карте. Никак не может понять, где ему следует быть. Как ему не умирать и так далее. Ну, тут, в принципе, уже у Fnatic такая... Знаешь, агония, я бы даже сказал. Что тяжело им играть. Ну, то есть они алхимика вообще не остановили. Очень часто бывает так, что алхимик камбэкает в игру. Просто этим героям камбэкает слишком просто. То есть ты можешь на миде умереть 2-3 раза. Тебя могут там вообще уничтожить. Вышку тебе сломают. Тебя убьют там. ФБ ты отдашь. Но ты все равно потом уходишь в лесочек. Так или иначе на радик нафармишь. Потом уже с радиком уже чуть попроще. Где-то там баунти руна. Тут баунти руна. Ну и все. У тебя уже есть вещи. Но не обязательно даже вот алхимика уничтожать. Надо уничтожить его команду. Но что сделали Fnatic на этой карте? Они вообще ничего не сделали. Они топ проиграли у Ursa Free Farm. Бот проиграли у Doom Free Farm. И даже если бы они убили этого алхимика, в принципе, ну, ничего бы не поменялось. Им надо было сайдлинии хотя бы выиграть. Но они не смогли этого сделать. И в итоге вот они, видишь, сейчас на всех трех лайн погибает. Эмбер погибает в боте. Нага погибает в топе. Бистмастер тоже в топе погибает. И как бы, не знаю, у меня лично уже нет надежды. То, что могут эту карту выиграть. Да, конечно, Нага контрит Урсу. Но алхимик, он, в общем-то, с Нагой тоже нравится. У Infamous не единственный кэрри в игре. Что, конечно, облегчит их в лейте ситуацию. По сути, им остается дождаться просто следующего Рошана. И уже окончательно захватить контроль. Нага покупает Блинк. Вот с Блинк Дайгером можно попробовать, конечно, повоевать. Нужно ворваться. Дать ультимейт. Желательно поймать кого-то в Статик Шторм с Ораклом вместе. Чтоб он где-то вот стоял так, чтоб можно было, допустим, его запереть. И там... Блинк Дайгер Спирит любого другого героя. И уже появятся какие-то микро-шансы на удачную карту. Но пока... Пока... Если не сделать вот это, то я вообще не представляю, как будут проигрывать серию. Точнее, проигрывать эту карту. Как серию они будут проигрывать, как я представили, а не на второй карте. Проиграть на третьей тоже. Но на первой... Тут все очень у них круто. Урса немножко неудачно блитканулся, прям в деревья. Не смог в итоге Мейсон подойти, чтобы испытать свою удачу. Дать несколько ударов. Может, там башка, как и фронт. Однако могла бы телепортироваться. Дабл Дэмор. Приятная рука. Ну что, может Мейсон... Пойти, может быть, даже и... Как-то попытаться сейчас... Подраться с Блоким Баром. Реализовать свою БКБшку. Как только она ему пришла. Ну и, соответственно, пока что... Драки без него внизу где-то проводятся. Кстати, Мадо все-таки свою конкоксу забросил. Тем не менее, стать 4-го гидает филд по Doom-брингеру. Doom-а, может быть, убьют. Да. Это минус Doom. Оракла рядом нет. Никого рядом нет. Ну и, соответственно, по итогам... Команда Infamous теряет. Теряет сейчас довольно-таки... Дорогого и сильного своего персонажа. Вот. Но Doom здесь не самый дорогой. Совсем не такой Doom, как было... В первой карте НИП против All-GD. А вот в предыдущем же нашем противостоянии. Но все равно... А, без Медаса, думаю. Я-то думаю, что у него так мало денег. Все. Как-то вылетело из головы, что у него нет Медаса. Я пытался понять, почему все так плохо. Но все равно... Все не очень плохо, я бы сказал. Все даже, наоборот, хорошо. 5-2-5 счет этого Doom. Ну и, как бы, Штолблейд, Блокимбар. Очень боевой получается такой этом билд. В целом, Doom здесь даже таким сами-кэрри даже выступает. Потому что... Ну, выполняет, по сути, свою функцию ровно таким же образом. И с руки тоже очень мало урона. Там, с Инферно Блэйда своего на данном этапе игры наносит. Съел Волка. Бегает, раздает ауру. Ну и Урс под этой аурой просто-напросто разваливает. Вместе с Тимада. Так, Тимада. Ворвались в Нагу Сирену. Нага Сирена просто моментально разлетается. Я не знаю, что делать с этим Алхимиком. Невероятно. Быстро сейчас просто-напросто внес дэмэдж по своему оппоненту. Ну и попробует зайти на Терталь Тавр, ребята, из команды Инфумус. Да, уже без Наги должен быть этот заход организован нормально. Должны они этот Тавр разобрать. Проблем возникнуть не должно. Каких-то супер-серьезных. Ну и вот Алхимик. Просто прожимает ультимейт, регенится, бьет Тавр. Да, это не Алхимик, конечно, кстати, там супер-много урона внес. А Урс, по-моему. Алхимик-то, мы видим, сейчас Тавр не так быстро пробивает. Не так у него все просто, скажем так. Но пробить этого парня тоже нереально. Дум по бестмастеру в топе. Он пытается спастись. Попита догоняет его в итоге. А, чуть-чуть не хватает, но все-таки он умирает. Все-таки он умирает, а SS-сайз... Ну, не знаю, он потратил рор. Смысл ему выкупаться вообще есть. Он еще и рор, и некров все потратил. Но Попиту, кстати, он может тут маленько как-то побьет. Или нет, тут все-таки шрайн и плюс БКБ можно активировать, если будет прям совсем плохо. Но вот бестмастера выкупается. Тут ультимейт от Наги. Хороший статик шторм плюс вилл о виск. Вроде бы крутая комбинация. Тут же падает оракл, оракл выкупается, падает эрспирит. Но теперь нужно как-то разбираться с алхимиком и с урсом. А как это делать, не ясно. Но вот с алхимиком-то еще хоть каким-то образом можно разобраться. Но когда урса рядом, когда урса наносит такое огромное количество урона, действительно этого сделать не получится. А SS-сайз умирает без ББК. У SS-сайза прямо совсем все. У SS-сайза кильт на эту карту. Будем надеяться, что только на эту. Понятное дело, когда у тебя там клавиатура, я не знаю, ломается или неправильно работает, и очень сильно из-за этого переживаешь в любом случае. То есть это... Нага уходит очень далеко от своей базы, убивает эрспирита, который выкупался, но им вряд ли спасется. Так, пошел. Дэмэдж от Тимада по Абэду. Абэд пытается уйти. Мана у него больше нет, Конкокция полетела. Ну ладно, Абэд выживает, окей. Абэд все-таки сейчас будет хилиться на фонтане. Но все еще нету Наги, все еще нету Бистмастера. Байбэк от Санага не хочет, потому что понимаешь, что в 5 на 5 все равно подраться не получится. Да и 5 на 5 здесь в целом... Ну, не, если драться, то драться только 5 на 5. Потому что только так будет шанс хоть как-то выиграть эту игру. Ну, я не знаю, там Статик Шторм Кинетик Филд по 3-4, грубо говоря, и Вилл Уисп сверху. Почему бы и нет? Так, может быть, файты получится выиграть. И обязательное условие это то, чтобы либо Урса, либо Алхимик, лучше всего Урса и Алхимик, или просто Урса, должны были бы попасть, соответственно, что под Вилл Уисп, что под Статик Шторм Кинетик Филд. Пока еще Вилл Уисп, правда, в кулдауне. Еще 19 секунд. Потеряли две стороны, ребята, из команды Фнатик. Ну, 29 тысяч преимущества за команды Инфамос. Тут очень сложно, практически нереально камбэкнуть. Только, я не знаю, на каких-то лакичах, на каких-то супер-жестких позиционных ошибках в файте 5 на 5 от команды Инфамос. Я думаю, что больше ничего. То есть, если они просто элементарно все свои кнопки прожмут в файте, ребята из команды Инфамос, то, ну, проиграть этот файт просто, ну, очень сложно будет. Не то, чтобы сложно проиграть, проиграть этот файт всегда легко, а вот выиграть команде Фнатик файт, это будет невероятно сложно. Так, Тимада прыгивает, пробивает Айс Айс Айс. Есть по нему подстан. Да, должны здесь бейсмастера забрать. Черная смерть. Вот третий раз подряд просто-напросто берет и, как бы, конвейер-гейминг устраивает Айс Айс Айс. Как бы байбэкнулся, умер. До этого, соответственно, ну, для того, чтобы байбэкнуться, тоже надо было умереть. Он сейчас тоже возродился, пошел, отъехал. Не идет игра. От слова совсем. Ну, ладно, что ж, посмотрим. Может быть, к чему-то это все-таки приведет. К какому-то интересному концу. Вот если сейчас будет камбэк, если сейчас Фнатик каким-то образом это пытается камбэчить, хотя, ну, тут практически уже нереально, да, об этом говорить, потому что вот сейчас еще Айгис появляется для Инфомос, то это будет просто шок. Да, Айгис и Сыр все для Урса. Алхимику вообще, видимо, ничего не нужно. Он довольно высокую стойкость имеет. Плюс у него Оракл в команде, который, ну, может его подсейвить. Хотя, конечно, Сыр ему передать. Хотя ему, опять-таки, некуда этот Сыр передавать. Тут пора уже Аганимы делать. Пора уже делать Аганимы. Я ни у кого Аганимы не вижу у Алхимика 4200 золота. Если бы Инфомос хотели, они могли бы просто отойти и дождаться, пока Курьер Аганим привезет. Чтобы Тимада мог его кому-то всучить. Ну, там, Думу, например. У Дума вроде бы как Дум ДПС еще укачан. Он возьмет Аганим. Там будет практически бесконечный Дум, если он будет поблизости находиться с целью. Нападают на Бестмастера. Такое ощущение, как будто Инфомос просто хотят ментально выключить вообще Айс-Айс-Айса из этой серии, знаешь. Чтобы он на второй карте тоже не смог собраться. Ну, прям нереальный хейт какой-то для хардлейнера команды Фнатик. Продолжается борьба. Нага нападает на Оракла. Оракл пытается терпеть. Живет до последнего. Терпит, чтобы не кастовать ультимейта. Только в самом-самом конце бафает себя. Ну и понятно, что у Фнатик сдаются. Да, эта игра была на самом деле причина уже где-то после 15-й минуты. После того, что я увидел, было понятно, что Фнатик они... Ну, то есть можно было бы ожидать, что Инфомос допустит какую-то грубую ошибку или там несколько грубых ошибок. И в итоге проиграют эту карту, но... Но нет, с ним. Это Инфомос все-таки нормально отстояли линии. Как бы с тремя выигранными лайнами. Ну, проиграть карту, ну, это прям совсем надо. Это надо умудриться с тремя выигранными лайнами проиграть. Ну, молодцы, что. Явный аутсайдер и матча, и серии, и группы, и турнира в целом забирает карту у Фнатик. Ну, с другой стороны, винить Фнатик довольно трудно. Потому что... Ну, да, расстановка лайнов была не самая лучшая. Но отлететь от алхимика какого-то шального, в принципе, не зазорно. Как бы на то эта серия и БУ-3, что если ты в одной карте отлетаешь от алхимика, на следующей ты уже как бы сможешь понять, что, да, типа вот алхимик может какой-то залететь, можно его забанить. Но на второй карте можно отлететь от какого-нибудь шального мипаря. Да, может такое произойти. Так что, да, расслабляться пока что Фнатиком рано. Мол, забанили алхимика, играем вторую выиграем, играем третью выиграем. Но это не всегда так работает. Если Инфомас поднажмут и смогут опять чем-то удивить Фнатиком, то не исключено, что они и вторую заберут. Слушай, если команда Инфомас выигрывает первую карту, они могут просто войти в раж какой-то, да, там на плюс моральчик, попытаться действительно вторую затащить. Но с другой стороны, конечно, Фнатик, я думаю, что все свои организационные проблемы пофиксит. Что с клавиатурой было у Бестмастера, ну, в смысле у SSI's. Что там еще, может быть, какие-то траблы. Немножечко, немножечко надо им сейчас переждать. Расслабиться после первой игры. Ну и, соответственно, уже с чистой головой приступать к следующей карте. Ну, надеемся на то, что они все-таки покажут нам максимально хорошую игру. По этой встрече, наверное, уже говорить особо-таки нечего. Давайте просто-напросто перейдем к следующей карте, буквально после небольшой рекламы музыкальной паузы, на которую мы сейчас уходим, ну и вернемся буквально через 10-15 минут. Никуда не переключайтесь.